Мы говорим с управляющим партнером Одесса Ритейл, Евгением Будманом, на встрече Redis Business Class, первой и одной из самых важных встреч 2017 года, такой закрытого клуба для ритейлеров. Евгений, вы сейчас наступали, говорили про вот этот прыжок из прошлого в будущего. Прокомментируйте, пожалуйста, в чем заключается, в чем эта сила, что нужно для того, чтобы вообще совершить этот прыжок? Ну, я считаю, что новая реальность и то, что происходит сейчас, требует других компетенций и требует существенно более высокого профессионализма и понимания того, что компания делает. Требуется устойчивая, гибкая, адаптивная бизнес-модель, во-первых, и требует существенно другой уровень эффективности операции. То есть я думаю, что та эффективность операции, которая обеспечилась в предыдущие годы, она уже не работает все равно. То есть нужна некая там существенно более серьезная история. Пятое – бизнес-регата первых лиц российского ритейла. С 26 по 30 мая 2018 года на Сицилии, Италия. Подробнее на сайте rediscrew.ru. Вот, нужна команда, которая, как в старые там добрые времена, там в 90-е годы, которая готова добиваться успеха. Потому что, ну, к сожалению, сейчас большинство менеджеров на рынке – это условно люди с ипотекой. То есть это… Вот откуда брать этих людей, которые готовы, когда свободные? Да, искать. Но их всегда очень мало. Растить – это долгая, последовательная история. И людей хорошо растить не в кризис, а людей хорошо растить, там, многие годы воспитывать в коллективе. Здесь требуется именно индивидуальность и личность, здесь требуются борцовские качества, здесь требуется… Мне кажется, что поколенческие были разные периоды. Были периоды, когда компании работали с молодежью, сейчас средний менеджмент в компаниях, это люди возрастные, мне кажется, что настала пора снова вернуться к молодежи. Фрэшблот, короче. Да, абсолютно нужна свежая кровь и видение, и свое… и свои какой-то, так сказать, своя концепция успеха. А5, А7. Настраиваем атмосферу на пользу бизнесу. Вы сейчас, как я понимаю, свой личный прыжок тоже совершаете, то есть возвращаетесь обратно к оперативному управлению. Вам это зачем? Я так делал несколько раз в своей жизни. И у меня были периоды, когда я сам возложил компанию, был генеральным директором, но так складывается в общем обстоятельстве. Я считаю, что сейчас такой период, когда именно требуется существенно максимально то, что я сказал, доработка бизнес-моделей и доработка эффективности. Мне кажется, что есть, безусловно, компании, где в состоянии такие вещи делать менеджмент наемный. Генеральный директор… Среднего размера компания, мне кажется, этим должны заниматься собственниками. Генеральный директор, собственник, управляющий партнер в компании – это главный HR или не имеет отношения к HR? Нет, в моем случае это имеет отношение к HR, потому что, если создается команда, то я должен создавать свою собственную команду. То есть это означает, что я не готов дальше работать с командой, которая собрана другими людьми под другие цели. Мне нужно, чтобы это были мои люди под мои цели. New Retail – крупнейший медиапортал о розничной торговле. Присоединяйтесь. Один короткий совет по команде в новом ритейле, для нового прыжка. Я считаю, что это как в военном деле эволюция. Раньше главное было умение шагать в строю. Сейчас важное умение, чтобы каждый солдат был своей маленькой армией, своим видением, задачами, средствами коммуникации и так далее. Командность и умение взаимодействия друг с другом никто не отменял, но уровень компетенции, уверенности в себе, ясности цели, полагания и так далее – это то, что сейчас, мне кажется, очень востребует. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. New Retail – крупнейший медиапортал о розничной торговле. Присоединяйтесь. Записано в студии Sound Service. А5, А7. Настраиваем атмосферу на пользу бизнесу.